Лечение сахарного диабета второго типа может идти в двух принципиальных направлениях. Первое, это необходимость жестко контролировать углеводы в продуктах питания, а также контролировать белки в продуктах питания, жиры в продуктах питания, насыщать организм витаминами и микроэлементами, постоянный прием сахароснижающих препаратов, а также препаратов по поводу осложнений сахарного диабета в виде атеросклероза сосудов, либо диабетической ангиопатии. И жизнь больного с сахарным диабетом, как правило, обрывают смертельные осложнения в виде инфаркта и инсульта, либо клеточная недостаточность органов, возникшая как осложнение диабетической ангиопатии в любом месте, будь это ангиопатия сосудов мозга, почек, глаз, нижней конечности, без разницы. Второе направление – это применение средств и методов народной медицины. На тему фитотерапии, на тему правильного здорового образа жизни, написал, уже опубликовал не один десяток книг, шесть из них касаются лечения сахарного диабета. Что важно? Ключевая точка в обмене веществ – это состояние печени, и то, что приводит к появлению сахарного диабета – это инсулинорезистентность печени. Как только вы устраняете инсулинорезистентность печени, по принципу домино восстанавливаются и другие виды обмена веществ. По поводу лечения печени написал такую книгу, что делать, если у вас есть печень. Вопрос в чем? Трех-четырехмесячный прием препаратов для печени восстанавливает работу печени, и необходимость продолжать лечение сахарного диабета устраняется по причине излечения сахарного диабета. Примерно 3-4 месяца приема, и 80% больных с сахарным диабетом становятся обычными людьми с какими-то традиционными для их возраста заболеваниями. Если вам действительно необходимо лечение сахарного диабета второго типа, обращайтесь. Примерно 3-4 месяца приема, и 50% больных сахарного диабета второго типа, обращайтесь. Примерно 3-4 месяц приема, и 50% больных сахарного диабета второго типа, обращайтесь. Примерно 4-5 месяцев плюс�